Участники конференции озвучили не только саму проблему, но и ее решение. Предупреждение угрозы биологической безопасности обсудили в контексте осуществления конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Замминистр иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что риски возникновения и глобального распространения опасных патогенов усугубляют увеличивающееся количество трансграничных поездок, рост международной торговли и развитию биотехнологий. Россия же предпринимает все меры по усилению экологической безопасности, которую Рябков назвал «разоруженческим механизмом». Идеи по повышению его эффективности сегодня обсуждали в кулуарах конференции, озвучили их и официально. Среди них создание научно-технического консультативного комитета и мобильных медико-биологических отрядов. Если страна оказалась жертвой применения биологического оружия, а такую опасность сбрасывать за счетов нельзя, подобные отряды при опоре на российские технологии, не могу скрывать этого тоже, они отработаны, могли бы, во-первых, оказать содействие этой стране, прямое, в подавлении вспышки соответствующей инфекционной, могли бы помочь в расследовании обстоятельств. Вопрос важен как никогда, и сама проблематика будет только возрастать ввиду очевидных обстоятельств. О российском опыте борьбы с биологическими рисками говорила главный санитарный врач России. По словам Анны Поповой, эти риски только усиливаются, несмотря на существование вакцин и антибиотиков. И уже сегодня можно наблюдать необычное течение лихорадки Эбола, Зика, Чумы на Мадагаскаре. На данный момент они уносят еще большее количество жизней, чем два года назад. К этим рискам нужно быть готовыми, подчеркнула Попова, как, впрочем, и к вирусам из лаборатории. Генная инженерия сегодня становится реальностью. Как известно, группа иностранных ученых в условиях лаборатории воскресила вымерший вид вируса лошадиной оспы. А риск в том, в чьи руки может попасть такой джин, выпущенный из бутылки. Если говорить о наших возможностях, о наших результатах, то да, наши специализированные противоэпидемические бригады показали себя самым лучшим образом, когда работали в Гвинеи. И мы сделали много для того, чтобы помочь в купировании вспышки Эбола. Но за этот период мы уже отработали и противодействие распространению желтой лихорадки в Гвинеи, кори в Гвинеи, холеры в Гвинеи. И это тоже результат очень эффективный, очень показательный. Наших технологий, наших высокоподготовленных, хорошо подготовленных специалистов, и нашей системы подготовки, и нашей системы биобезопасности. Предупреждение и реагирование на угрозы биологической безопасности требуют тесного многостороннего сотрудничества. И сочинская конференция не последняя. Напротив, она стала началом большого обсуждения передовых наработок по профилактике и чрезвычайному реагированию на эпидемические угрозы. И продолжится оно в декабре в Женеве. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.